2 августа день воздушно-десантных войск. Этот праздник знаком многим и именно сегодня к памятнику воинам-интернациалистам пришли те, кто когда-то носил и будет носить тельняшку и голубой берет. Традиционно праздничные гуляния десантников начались с торжественного митинга. На мероприятии присутствовали представители администрации города, ветераны Великой Отечественной войны. Сотни голубых беретов пришли сюда, чтобы почтить память тех, кто выполнял свой воинский долг в горячих точках и не вернулся домой. Зелено-голубые флаги, тельняшки и берет – главные атрибуты праздника. Вместе с десантниками пришли их семьи. Они говорят, что день ВДВ для них – это семейный праздник. Этот праздник на самом деле, я считаю, даже семейный праздник, потому что так и нужно приходить на день ВДВ именно со своей семьей, гулять, отмечать его. И символично, что 2 августа все десантники, которые проходили службу в различных точках земного шара, все встречаются, объединяются. ВДВ – это элита. Элита, она создалась не просто так, а за подвиги, которые совершили наши братья-десантники во времена Великой Отечественной войны. Мне понравилось всю жизнь. Марш-броски, прыжки с парашютом – это очень все интересно и занятно. Поздравляю всех десантников с праздником. Желаю счастья, здоровья. Самое главное – чистого неба, над головой. После торжественного возложения венков праздник продолжился на аэродроме Логовушка. Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам, отметив их вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Они своим достойным личным примером показывают молодежи, как нужно любить Родину. От имени правительства Курганской области я всех искренне поздравляю с датой дня основания ВДВ. Те добрые традиции, которые были основаны еще в годы Великой Отечественной войны, и новое подрастающее поколение чтит и помнит. И тот девиз «Никто кроме нас» для них это остается долгом всей жизни. Несколько представителей крылатой пехоты получили из рук головы Зауралия юбилейные медали, 87 лет ВДВ. В их числе ветеран Альберт Елков. Все равно в душе я летаю, все еще летаю, все еще нервничаю. Нас бой-то в воздухе. Я все помню. И мы рвались, нам все время дети рвались в бой за Родину, за Сталина. Для гостей выступали танцевальные и вокальные коллективы, в небе прошли показательные номера парашютистов. А все желающие могли с высоты птичьего полета полюбоваться просторами зауральской земли, пролетев на самолете Ан-2.